Всем привет-привет, девчонки, мальчишки и все зрительницы моего канала, все, кто меня смотрит. Значит, показываю свой просто супер бомбический рецепт от простуды, от гриппа, от цистита, у кого нос заложен, у кого горлышко болит, лишнее не будет, от всех помогает. Значит, берем ваш любимый чай, какой хотите, пакетик черненького, зеленого чая. Кидаем, это не обязательно, можно просто вот, значит, им нужна облепиха, заливаем кипяточком, чтобы она немножко, скажем, согрелась, потом берем, девчонки, это у меня мед натуральный, а это вот здесь идет прополис, потом вот эта вот пыльца, девчонки, и ложку меда кидаем, берем, какие у вас есть травки, но лучше всего подойдет шиповник, если есть, может, звук в брусниках, у него такие вот цветочки. Я просто покидаю пару этих цветочков, это вот мармеладки вообще или что-нибудь. В общем, просто нужны какие-нибудь травки, хорошо подойдет ромашка для горла, какие-нибудь, в общем, травушки. Здесь суть в том, вообще, в чем заключается рецепт, ну, чтобы облепиха, мед, и вот этот у нас прополисом, где добавлено цветочный сбор. Так, ну, я думаю, что нам столько цветочков будет предостаточно. Хватит нам. Убираем. Почему такого должно получиться у вас? Берем кипяточек. И заливаем это все, делаем кипяточку. В общем, вот такой вот сегодня у меня получился ему начальный завтрак. Девчонки. Супер натуральный, супер домашний, супер полезный, супер вкусный. Ммм, запах божественный. Так, можно в кафе такой чай продавать. Будет называться он действительно настоящий иммунный. С цветочками, шиповником, со всем этим сбором. Не болейте, будьте здоровы. Ну, а если вдруг что-нибудь заболели, то, конечно же, нужно скорее-скорее выздоравливать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем самое главное здоровья. Еще раз здоровья. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. А я пошла завтракать и пить свой иммунный чай. А еще можно в чай добавить пару листиков гвоздики. Она очень хорошо помогает при болях в горле, даже если просто ее рассасывать. Пару штучек добавляем в чай. Пару штучек